Заниматься только профильной деятельностью. В окружной больнице, противотуберкулезном диспансере и доме-интернате питание пациентов организовано по-новому. Теперь приготовление завтраков, обедов и ужинов отдано на аутсорсинг, то есть на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. Согласно проведенным конкурсам, теперь приготовлением пищи для этих учреждений занимается новая для нашего города компания Медфуд. Какие в этом плюсы и как теперь организовывается питание в окружных учреждениях, расскажем в специальном репортаже. Аутсорсинг – слово для нас новое и малознакомое, но означает оно использование внешнего источника. То есть непрофильные виды деятельности передаются специальным компаниям. Разговор об этом шел давно. В других регионах уже давно приготовление пищи вышло из обязанностей лечебных учреждений. В Ненецком округе это пока только начало. Это пилотный проект, подчеркиваю. Он позволит нам провести анализ, то есть и эффективности работы. Прежде всего, это эффективность работы по оказанию данной услуги, как это оказывалось нашими учреждениями здравоохранения или социальной сферы, как это оказывают специализированные фирмы по оказанию данной услуги. Мы увидим минусы и плюсы однозначно. Пока на работу по-новому месяц назад перешли окружная больница, противотуберкулезный диспансер и дом-интернат. Ранее в каждой организации был свой пищеблок. Теперь кухня одна на всех. В прежнем пищеблоке окружной больницы готовят теперь на три учреждения. Закупками продуктов питания, непосредственно самим приготовлением и доставкой до потребителя занимается компания «Медфуд». Для нашего региона это новая организация. В целом по России она работает по обеспечению питанием лечебных учреждений уже много лет. Региональные филиалы есть в Чите, Великом Новгороде, Якутске и других субъектах страны. Там за несколько лет работы этот процесс уже вошел в привычное русло. На Ринмаре пока все только начинается. И, судя по словам представителя компании, перемены будут грандиозными. Должна произойти реконструкция самого пищеблока. Реконструкция подразумевает полностью-полностью снимется все коммуникации. Это электрические, это и отопление, это подводка воды. Все это будет полностью заменено. Полностью будет заменен весь ремонт. То есть это подразумевает даже не капитальный ремонт, это более глубокая реконструкция самого помещения. После реконструкции станет возможна и подача пищи по-новому. Каждый человек будет в дальнейшем получать специальный ланчбокс. В нем уже прямо на производстве, то есть в цеху, будет уложена порция, которая полагается пациенту или постояльцу. Он рассчитан на то, что первое, это 500 грамм, вот здесь оно рассчитано, и в соответствии с нормами закладки и нормами этих в лечебном питании, то есть оно рассчитано первое, второе, третье, там салатик. Плюс к этому обязательно они получают сухой паёк. Единственное, что будет раздаваться в самой столовой, это компот или кисель. Его, как и прежде, будут разливать по кружкам. Но пока до нововведений еще далеко. Специалисты, которые оценят объем необходимых работ и проведут остальные расчеты, должны приехать в окружную столицу в марте. А пока пища по учреждениям разводится в специальных термосах. Затем они поступают в отделения и учреждения. В терапевтическом отделении предстоящего обеда пациенты ждут с нетерпением. В последнее время, по словам сотрудников и больных, ассортимент, качество и, соответственно, вкус пищи изменились в лучшую сторону. Хорошо кормят, порции немаленькие, особенно в выходные дни, когда народу поменьше в отделении. Сейчас много стало разнообразия. Партошка, все прочие, эти самые. Фруктов много стало добавочное. Все, соки, очень много стало. Вечером много стало давать. Очень хорошо, с питанием намного лучше стало. Яблоки все время дают, соки дают, чай, сыр, масло – это все время есть. В общем, я девушка не из меленьких, но мне хватает. Так что кормят неплохо, хорошо. Положительные изменения отмечают и сотрудники больницы. Очень улучшилось качество приготовления блюд. Меню стало разнообразнее. Даже если судить по тому, что раньше мы ведрами выливали отходы, теперь отходов практически нет. То есть больные вкусную пищу, вкусно приготовленную, съедают всю порцию до конца. Питание, которое получают пациенты, в больнице должно быть разнообразно и соответствовать по количеству питательных и минеральных веществ. Ведь хорошая еда – одно из слагаемых быстрого выздоровления. Об этом говорили еще античные врачеватели. Еще Гиппократ считал, что лечение должно заключаться в том, чтобы в разные стадии болезни уметь правильно выбрать пищу в количественных и качественных отношениях. Полностью согласны с отцом медицины и современные медики. Питание – это тоже лечение. И лечение очень важное, серьезное. За качеством питания существует контроль в нашей больнице. Лечебное питание – это диетические столы. Лечебные столы в нашем учреждении все выдерживаются по колоражу, нормам. Вот это все отслеживается. До туб-диспансера и дома престарелых питание разводится на фирменной машине. Так, например, в последнем все поступившие продукты тщательно взвешиваются и лишь затем поступают на раздачу. Казалось бы, все стало намного проще. Питание уже готовое поступает в учреждения. Остается только разложить по тарелкам и подать на стол. Но не все постояльцы соцучреждения довольны изменениями. Так Августа Шевелева живет в доме престарелых уже не один год. И последние нововведения ее не радуют. Сейчас в доме для престарелых и инвалидов проживает 90 человек. В основном это пожилые люди. В отличие от пациентов в больнице и диспансера, их пребывание в соцучреждении не ограничено неделей или месяцем. Они здесь живут по несколько лет. Поэтому очень хочется, чтобы на столе были домашние супы, каши и выпечка. Но сейчас, по словам Августы Александровны, этого нет. В дальнейшем меню для постояльцев дома-интерната может и измениться. Пока в организации говорят, что в первый месяц работа только налаживается. В дальнейшем изменения произойдут, по крайней мере, в процессе приготовления. На сегодняшний день уже под этот пищеблок заказано оборудование, которое будет здесь устанавливаться. И вот строители сейчас подъедут. И это оборудование, когда установится, то есть технологию уже приготовления пищи, мы можем соблюдать полным объемом. Сейчас в процессе реконструкции мы стараемся соблюсти, насколько это возможно. В большинстве регионов, где сейчас работает компания Медфуд, они также приходили в старые цеха, которые почти ничем не отличались от нашего пищеблока в окружной больнице. Но спустя некоторое время после реконструкции менялось все. Свою совместную деятельность с лечебными учреждениями фирма Медфуд начинает с глубокой реконструкции. Новая идеология требует оптимизации процесса. Состояние пищеблоков с трудом удовлетворяет санитарным нормам и требованиям, а устаревшее как морально, так и физическое оборудование уже давно требует замены. Такое положение характерно практически для всех наших лечебных учреждений. Помимо общестроительных работ, производится замена всей системы отопления, водоснабжения, канализации, осуществляется монтаж новой системы вентиляции и электроснабжения, полностью меняется технологическое оборудование. На входе сетей водо-электро- и теплоснабжения устанавливаются счетчики, позволяющие вести учет фактического расхода соответствующих ресурсов и тем самым снизить размер оплаты за их потребление. Эти меры позволяют уменьшить издержки и имеют своей целью повышение эффективности вложенных в данное производство средств. Сэкономить получится и региональные деньги. Кроме того, что приготовлением пищи теперь занимаются в одном месте, а это значит, что задействовано меньше человек, так и региональные казни не придется вкладывать значительные суммы на обновление цеха. Привлечение данных инвесторов, мы их называем инвестором, проведение тех работ, которые связаны с модернизацией пищеблока, это уже будет экономия денежных средств для бюджета. Если провести вот так, на вскидку сказать, капитальный ремонт пищеблока в нескокружной больнице, на котором происходит это все приготовление пищи, в целом, если взять для бюджета, он так на вскидку миллионов сто станет. Привлекают и новинки. Вот так, например, будет выглядеть порция в нашей больнице. Это пока пробный вариант. Еду в бокс положили специально для нас, чтобы показать, как это будет. Пока питанием Медфуд обеспечивает только три учреждения региона. В дальнейшем их может стать больше. Какие именно организации перейдут на питание по аутсорсингу, пока неизвестно. Ведь проект в Ненецком округе только стартовал.